Из той истории, которую вы отчасти увидели, я хочу сказать, что меня впечатляет больше всего, это то, что, как это все начиналось, когда меня пригласили в Киев на жительство, чтобы трудиться в братстве, в объединении, как евангелист ответственный по Украине. У меня было одно условие в то время, я согласен переехать и трудиться в этом направлении, занимая это служение, если вы разрешаете открывать новую церковь. И братья думали, почему? Потому что тогда считалось, что любая новая церковь это разделение. И в конце концов они согласились. И это была просто открыта новая страничка вообще в развитии христианских церквей на Украине. Скажите «Слава Богу!» Второе, что я хочу сказать вам, это то, что когда вот состоялось первое служение, то были приглашения, как вы увидели по городу, встреча с живым Иисусом. И еще там было написано, что все, посетившие эту встречу, получат подарок Библии. И был зал переполненный, и мы всем там, желающим, подарили Евангелие и внесли такую корректировку, чтобы Библию получить, то надо посетить 10 встреч. И что для меня интересно, все, кто посетил 10, практически все они остались. Скажите «Слава Богу!» Дальше, что меня больше всего впечатляет в развитии церкви, это то, что когда мы начали просто проповедование и благовестие здесь, у нас в течение трех лет, каждые три месяца было водное крещение, каждые три месяца, в течение трех лет. Слава Иисусу! И еще, благодарю церковь Фавор за то, что вы сделали для благовестия, и радуюсь тому, что там было написано, что продолжение следует. Значит, уже через два года, с вашей помощью, при вашем участии, особенно группой, в Евангелии была открыта церковь в Борисполе. Еще через два года мы начали такое же служение в Барышевке. Слава Богу за все, что мы имеем от Бога! Я от всей души поздравляю, поздравляю церковь Фавор с этим прекрасным праздником, с юбилеем, и всех присутствующих благодарю во имя Иисуса. И хочу просто сказать пожелание для церкви, для всех присутствующих. Есть так написано в первом послании Фессонокийцам, в пятой главе, где-то 16 стиха, там есть написано так. Как мы можем пребывать в воле Божьей? А это мое пожелание. Оставайтесь в воле Божьей. Там написано так. Всегда радуйтесь. Можете начинать уже сейчас. Дальше написано. Непрестанно молитесь. Это такое состояние, когда молитва вырывается изнутри. Когда тебе хочется сказать слава Богу, или просто помолиться. За все благодарите, ибо такова воля Божья во Христе Иисусе о каждом из нас. Оставайтесь в воле Божьей, христиане. Во имя Иисуса. И еще одно пожелание мое к вам, которое уже было сказано. Будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечтетен пред Богом. Чтобы быть твердым, непоколебимым и преуспевать в деле Божьем, надо что-то знать. Я хочу, чтобы вы это знали. Что мы должны знать? Мы должны знать, что труд наш нечтетен пред Богом. Начало есть, будет продолжение. Потому что Христос, в Который мы верим и служим, Он есть Альфа и Омега. Начало и конец. Он начал, Он будет продолжать. И за Ним будет завершение и конец. Безусловно, праздник, он невозможен без подарков. Поэтому мы просто тоже думали, чем благословить, что подарить для Церкви Фавора. И я не знаю, каким-то мы третьим чувством узнали, что Церкви Фавора необходимы деньги. Ну вот, и мы решили продолжить благословение того служения, которое уже здесь было. Я хочу просто пригласить брата Сергея. И мы хотим просто от Церкви Живой поток из далекого Джексонвилла подарить вам такой сертификат. И немного денег. Здесь написано так, Церковь Фавор. Примите сердечное поздравление от Церкви Живой поток с юбилеем 20-летия Церкви. Мы очень рады за вас и искренне благодарим Богу за все Его благодеяния, которыми Он вел вас на протяжении 20 лет. Благодаря вашей любви и ревности к Богу и Церкви, а также вашей ревности, целеустремленности, старательности и жертвенности, Бог распространил ваши пределы. Устройство местной Церкви в служении неспасенным людям. Пусть Дух Святой поможет каждому из вас исполнить свое предназначение и миссию Христову Церкви на земле до славного Его пришествия. Благослови вас Бог. Пусть Бог благословит. Да, и это благословение тоже от Церкви Живой поток, чтобы вы не смущались. Там немного, только тысячу долларов. Слава Богу. Слава Богу. А теперь мы продолжим наше общение. Я хотел бы просто знать для себя и для других, как сейчас поживает Церковь в Фавор. Я не так часто бываю, поэтому это относится и к гостям, которые присутствуют здесь. Скажу вам следующее, что у нас в городе учится много студентов разных возрастов из разных стран. И у этих студентов каждую неделю есть такой тест на совесть или экзамен на совесть. И у нас в Церкви есть такой тоже тест или экзамен перед причастием. Поэтому я предлагаю вам сейчас пройти этот тест. Он легкий. Просто единственное, что здесь надо, будет просто слушать свою совесть. И быть предельно честным. Договорились? То есть, как бы награду получают две категории. Мы все встанем. И я буду читать вот вопросы из этого теста. Если вы, например, чувствуете, что вы это не делаете, или вы в этом виновны, вы просто садитесь спокойно. А если вы просто уверены, что вы это делаете, вы можете продолжать стоять. Договорились? Поэтому награду получают те, которые будут стоять до конца, и те, которые сядут за свое благородство и честность. Поэтому попробуем? Давайте все встанем. Итак, первый вопрос. Обратите внимание. Как поживает сейчас церковь Фавор? Первый вопрос. Если вы не читали Библию в течение этой недели лично, сами, для себя, пожалуйста, садитесь. Есть честные люди на Фаворе, слава Богу. И благодарю Бога за тех, кто читает. Значит, пожалуйста, это экзамен на совесть. Следующее. Если вы не молились в течение недели, совершенно одни для себя, пожалуйста, садитесь. Еще раз. Один на один с Богом. Если вы не молились в течение недели, это не имеется в виду благословения на пищу. Ты смотри. Слава Богу. Обычно в некоторых церковь люди падают, просто когда слышат подобные вопросы. Хорошо. Ладно. Если вы смотрели эротические, порно-эротические сцены в течение недели, пожалуйста, садитесь. Смотри, как удивительно все. Следующий вопрос. Если в вашем сердце есть хоть маленькая горечь или обида, и это уже вот в течение последнего месяца, проверяем свое сердце, пожалуйста, садитесь. Спасибо за вашу честность и спасибо всем тем, кто продолжает стоять. Дальше. Если вы теряли мир хотя бы однажды, в течение прошедших, ну, давайте, последних трех дней, пожалуйста, садитесь. Еще раз. Если вы хотя бы однажды теряли мир в течение последних трех суток, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Пусть вас всех благословит Бог. Хорошо, мы продолжаем. Еще чуть-чуть осталось. Следующий вопрос. Если вы не трудитесь в церкви, пожалуйста, садитесь. садитесь. Хорошо. Ну, и давайте последний вопрос. Послушайте, спасибо всем, кто стоит. Спасибо всем, кто уже сидит. Последний вопрос. Если вы не проповедовали неверующим людям в течение последней недели, пожалуйста, садитесь. Ну, где-то человек 12, это полнота стоит. У меня там есть коробка конфет. Вам всем по конфетке. Сергей, пожалуйста, ты возьми, раздай. Всех, кто стоит, подойдите к Сергею, и вы получите по конфетке и так держать. Пусть вас благословит Бог. Ни глухонемые стоят. Дорогие друзья, я просто думаю, что нам очень хорошо просто знать себя лично, не так ли? И я очень благодарен вам, что церковь Фавор хорошо движется. Я обращал внимание просто не на личности, я просто обращал внимание на то, как мы относимся к Слову Божьему, как мы относимся к молитве, правильно? Как наш характер, как наше поведение, как наше благовестие, и вы можете это практиковать в своей жизни, потому что у нас во всяком случае, когда мы начали это, многие звонят, говорят, можно ваш тест? Я говорю, можно, если вы хотите. Поэтому вы можете периодически проверять себя, и пусть вас Бог обильно, обильно благословит. Я хочу проповедовать сегодня на тему обращения к церкви или воззвания к церкви. Я надеюсь, что я что-то важное успею сказать. Воззвание или обращение к церкви. Какие главные мысли я хочу донести сегодня, чтобы вы меня услышали? Первое, что я хочу сказать, это то, что 20 лет это приблизительно тот период, когда люди молодые женятся и выходят замуж. Поэтому я много буду говорить о любви. Я много буду говорить о любви. Кто-нибудь знает или нет, где-то когда было 17 лет, то мы с Божьей помощью подарили автобус. Но в 17 лет молодежь желает уже куда-то двериться. Но в 20 все уже по-другому. Интересно заметьте то, что многие песни сегодня пелись о небе. И впереди брак Иисуса Христа и церкви. И этот брак будет основан на любви. Так или нет? Еще раз. И этот брак он будет основан на любви. Но сегодня я хочу сказать важную истину, что никакой жених он не приготовляет невесту. невеста приготовляет себя сама, чтобы быть той невестой, той невестой, которая желает видеть в каждом из нас уже сам Иисус Христос. Поэтому, если, например, молодые люди не женятся в 20, задержались, к примеру, то после 25 до 30 еще можно помочь человеку. если уже за 30, то очень трудно. Но слава Богу за эти 20 лет, которые мы имеем от Бога. Итак, время благословений, время любви. Я буду проповедовать в основном из книги, из которой очень редко проповедуют. Это книга «Песни песней». Кстати, там есть слова, которые написаны за церковь фавор и не только за церковь фавор, а там пророчески идет речь о том, какой желает видеть церковь или какая церковь будет в будущем. Я вам этот стих прочитаю в самом начале. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозна, как полки со знаменами? Кто это? Вы будете встречать и встречали уже многие личности, многие, допустим, группы известных людей, красивых жен, девушек, сестер. Но вопрос здесь поднимается не случайно. Кто же это? И здесь идет речь о церкви. И здесь Бог говорит, какое будущее ожидает церковь Христову на земле и на небе. Кстати, мы нуждаемся в церкви, как свеча в подсвечнике. Мы нуждаемся в церкви, как дерево в стволе. Мы нуждаемся в церкви, как любой электрический прибор в розетке. Мы не можем сохранять единство в одиночестве. Поэтому слава Богу за церковь. И смотрите, что Бог говорит, что церковь будущего, она превосходна. Кто это? Блистающая как заря. То есть будущее церкви прекрасное. Большие церкви это тоже дело будущего. И Бог будет проставляем через свою церковь. Она написана, что она красива, а значит привлекательна, а значит люди тянутся туда, тянутся к ней. Слава Богу за церковь. Дальше написано, что она светла, как солнце, то есть она чиста. Она отображает славу Божью. Это то, какой должна быть церковь. И последнее, она сильна, потому что она грозна, как полки со знаменами. Что это значит? Вот эти знамена говорят о победах. О победах. О победах. Она сильна. и я просто хочу, чтобы это было достоянием нашим к тем церквям, чтобы это относилось, где мы служим Богу вместе, прославляя Бога. Поэтому сегодня, как я уже сказал, у меня будет тема воззвания к церкви. Первое, что я хочу, чтобы вы услышали, написано, возлюбленный мой начал говорить мне. Вот если вы когда-нибудь слушали любимого, я как-то одних молодых спрашиваю всегда, ну, хочу выяснить, насколько глубокие их отношения и так дальше. Одна пара мне говорит, мы даже когда сидим, друг против друга, молча сидим, только смотрим друг на друга и нам хорошо. Возлюбленный мой начал говорить мне. Когда начинается любая проповедь или служение, мы пытаемся вычислить, к кому это слово относится. Но здесь написано, что это слово относится к тебе. Возлюбленный мой начал говорить мне. Дальше там идет речь о важном промысле Божьем или о законах Божьих, которых установил сам Бог. Вы здесь видите, впредь, во все дни жизни земли, сене и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Это то, что установил сам Бог. И если мы, например, как люди, нарушаем законы природы, мы не получим желаемого результата. Например, по сей зимой, что будет? Ничего. Если мы нарушаем, например, законы гигиены, мы можем что? Заболеть. Если мы нарушаем законы питания, то мы можем что? Растолцеть. если мы нарушаем законы Божьи, мы просто удаляемся от Бога и уничтожается страх Божий. Он уходит из жизни. Вот это то, что однажды установил Бог. Что же сегодня Бог желает сказать своей церкви, своей возлюбленной? Следующая моя мысль, вы можете следовать за мной, это «Песни песней» и только вторая глава, и дальше мы будем читать с 11 стиха до конца. Там написано «Вот зима уже прошла». Идем дальше. «Вот зима уже прошла». Напоминаю вам, что зима может быть внешней и внутренней. Что это значит? Внешняя зима, когда есть холод в отношениях, когда есть недопонимание, когда просто греховная среда, внешняя все холодно, холодно, холодно. И есть внутренняя зима, когда человек просто попадает в такое состояние, когда внешняя зима нас окружает. Это лучшее время для размышления, серьезное размышление. Бывает внутренняя зима, когда человек упадает в спячку, когда делать ничего не хочется, когда жизнь не в радость. В это время лучшее, что может сделать для себя человек, это идти путем серьезного посвящения. Итак, вот зима уже прошла. Еще одно важное, что хорошо делать зимой. Еще одно напоминание. Пожалуйста, идем дальше. Что хорошо делать зимой. Вы видите один стих из Библии. в одни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй. То и другое Бог сделал для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Одна проблема есть в современном мире, что люди, у которых жизнь во благе, они этим благом не пользуются. Знаете почему? Потому что они живут приблизительно так, вот это еще сделаю, вот это еще прикуплю, а потом попользуюсь поживу, в то время, когда жизнь проходит мимо них. В одни благополучия пользуйся благом. Сейчас жизнь на Украине она в какой-то мере полна благополучия, но пользуйся я благом это вопрос для каждого из нас. Пользуйся благом я встречал сотни людей, которые имели все, которые кажется ни в чем не нуждались, но они очень немногим попользовались, потому что они не жили этим благом, они только собирались жить. А в дни несчастья, я не знаю, как ваша проходит жизнь, написано, что надо делать? Думать, размышлять. То есть не спеши ни словом, ни делом, не беги никуда, не суетись, сядь, успокойся и подумай. Петрович говорил вчера, что там даже 7, когда самолет, двигатели заглохли, то сколько надо? 8 секунд. И если ты не знаешь, что тебе надо делать, тогда подумай. 8 8 секунд до реальной смерти. Но если ты не знаешь, то лучше ничего не делай, лучше подумай. И люди иногда за эти 8 секунд делают невероятные вещи. А в дни несчастья что делать надо? Размышляй. В дни холода мы можем что? Замерзнуть. Вот почему призвание церкви, в чем оно состоит? Мы должны светить и согревать других. Вы согласны с этим или нет? Вот смотрите, как должна жить церковь Христова. В первую очередь вокруг нас много холода в людях, особенно в отношениях. Особенно в отношениях. Я просто только приземлился здесь в аэропорту и я просто так увидел пару таких сцен и думаю, интересно, куда я попал. Ну малейшее какое-то неправильное движение со стороны любого человека и другой тут же встречает все в штыки. Он негодует, недоволен и так дальше. Вокруг нас много холода и люди замерзают, люди в величайшей нужде и кто-то их должен отогревать. Так или нет, христиане? Вокруг нас есть много и много нужды. И если, например, в ваших отношениях есть какой-то холодочек, если в вашей жизни присутствует какая-то обида, от этой жизни вы можете замерзнуть. Вот почему Бог говорит для Церкви Христовой вот зима уже прошла. Как периоды есть просто в природе, так то, что есть периоды в нашей духовной жизни. В нашей духовной жизни может быть конкретно что? Зима. И вот смотрите, что должны делать христиане. Когда-то Павел нес благовестие по всему миру. И однажды они попали в шторм и их корабль просто утонул. Помните? Но они были спасены. Кто за лодку там, кто за доску какую-то держался, но они оказались на острове Мальта. Но проблема была в том, что от переохлаждения находясь долго в воде, человек просто медленно умирает. Они конечно были практически живые трупы, но написано и на племеннике, то есть неверующие, сделали для нас немало человеколюбие и по причине дождя и холода разложили огонь и согрели всех нас. И меня удивляет то, что было дальше, дальше, когда Павел с командой двинулся по этому острову. Обратите внимание, там была явлена слава Божья, там была образована церковь и немало людей получили физическое и духовное исцеление. И мы христиане, нас это захватывает, нам хочется это иметь, и это неплохо. Но интересно, очень важная деталь, она состоит в том, что если бы их не отогрели, никакого движения здесь бы просто не было бы. Но кто-то просто отогрел. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. С каждым годом, если в мире говорят о мировом потеплении, то в духовном плане зима и морозы усиливаются. И выжить в этом мире не так-то просто. И если не будет тех, которые оставляют после себя костры, если не будет тех, которые способны согревать других, нам будет выжить в этих обстоятельствах и очень, очень трудно. Поэтому я вас вдохновляю во имя Иисуса. Мы приходим в церковь, чтобы зажигать друг друга во имя Иисуса. Но чтобы зажигать других, надо самому гореть, чтобы греть, чтобы светить, чтобы быть теми людьми, которыми мы должны быть. мы идем дальше, и там идет речь дальше о том, что происходит зимой. Хорошо. Я просто сокращаю время, хочу вам сказать, что зимой все как зимой. Вы помните, обратите на деревья, листочки падают, деревья какими-то обнаженными становятся, открытыми, и поэтому на экскурсии зимой в лес не ходят, практически только что на охоту. Так точно бывает в духовной жизни. Когда в нашу жизнь приходит зима, все, что было сокрыто, оно уже что? Открыто. Открыто ради одного, чтобы ты мог это понять, увидеть и что-то поменять в своей жизни, не так ли? Поэтому обратите внимание на эту истину. Послушайте, часто зима нам помогает как бы не расточать силы, чтобы приукрасить себя, как это происходит весной. Мы идем к Богу такие, как есть, мы идем к Богу честными и открытыми, и Бог тогда что-то делает в нашей судьбе, потому что даже когда листьев нет, жизнь продолжается внутри каждой из нас. Бог работает Духом Святым в нашей жизни, и Бог желает решительно что-то поменять и в чем-то нам помочь. Еще интересно зима тем, что зимой вот все жучки они вымерзают. Интересный вопрос вообще где лучше жить? Вот например мы живем на Флориде у нас нету зимы и вы знаете что интересно для меня что у нас тоже есть вот эти жучки но а как же без зимы мы с ними вживаемся просто их вытравливают ядами поэтому не обязательно ждать зимы чтобы все паразиты эти уничтожились есть Божья благодать есть сила Святого Духа которая способна уничтожить все то что нам не приносит благословения пользы и жизни но это все происходит зимой единство что я хочу вам сказать и главное что зимой плодов не собирают поэтому Библия говорит вот зима уже прошла время бесплодной жизни закончилось я должен что-то делать Бог меня к чему-то призывает и следующее я хочу чтобы вы увидели написано дождь миновал перестал дождь миновал перестал что это значит практически для нас это говорит о том друзья мои что места уныния в нашей жизни не должно быть на каком основании на том основании что например тучи они могут закрывать солнце закрывать солнце на время но это не значит что этого солнца что не существует придет ветер прогонит тучи и снова солнце в твоей судьбе засияет одно из тревожных сообщений о котором говорит Библия что люди в последнее время как они будут жить написано так будет уныние в людях уныние в народах но церковь Христова она должна чем-то отличаться а как мы должны жить вот здесь написано дождь миновал перестал дождь миновал перестал вот этот дождь он нагоняет тоску но Библия говорит что все в твоей судьбе это должно закончиться и послушайте давайте дальше к чему призывает нас Бог и Библия пришла долгожданная весна пришла долгожданная весна вы видите здесь что молодость это весна а что делать весной все правильно ответили потому что там есть написано что весной делают сеют и если вы пропустите свою весну ничего не посеете собирать ничего не придется поэтому я обращаюсь к молодежи обращаюсь ко всем присутствующим сегодня это время я не знаю что происходит в твоей судьбе в твоем сердце весна зима осень или лето мы каждый просто пытаемся обойти свое сердце но я хочу вам сказать что молодежь она желает всегда хорошо проводить время но время провести невозможно оно идет очень быстро и поэтому если в молодости не научился всю жизнь у тебя ожидает тяжелая работа поэтому молодость это время для учебы молодость это время чтобы бога прославить пришла долгожданная весна что необходимо вообще для растений чтобы они хорошо росли две вещи это просто климат и подготовлена почва так или нет спасибо приготовлена почва и хороший микроклимат то есть послушайте меня мы должны готовить сердце когда идем церковь христову так или нет а вторая вещь вторая вещь это здоровый микроклимат в семье и в церкви христовой как мы ее можем иметь чем мы должны обладать обращаем внимание на три вещи мы должны чем-то обладать чтобы все это иметь это благодарность служение и довольство вот эти три вещи создают хороший микроклимат в семье и в церкви а значит растения которые посажены они хорошо и быстро растут а значит будут результаты будут плоды еще раз повторяю и так благодарность служение и довольство дальше написано цветы показались на земле цветы показались на земле вы любите цветы или нет женщина она как роза если за ней не ухаживать она завянет поэтому мы нуждаемся в заботе друг для друга цветы показались на земле хочу вам сказать что если цветы не пропалывать если их заслоняют сорняки то они мало радуют наш глаз но мы должны быть благоуханием христовым не так ли а это невозможно без цветения и когда человек в расцвете своих сил духовных он действительно притягивает к себе других как пчелы тянутся на мед тянутся к этим цветкам чтобы собрать нектар так люди к тем людям которые цветут которые чем-то отличаются от других которые не несут свой специфический запах а которые имеют действительно благоухание христово и отображают ее славу и так дальше к чему призывает нас Бог и Библия встань возлюбленная моя прекрасная моя что выйди то есть к чему призывает Бог сегодня церковь фавор любую церковь Бог предлагает церкви христовой встать почему потому что христос или жених небесный грядет почему мы должны встать он не предлагает передохнуть времени на это уже не осталось мы должны встать во весь рост мы должны подняться от суеты без печи лени мы должны встать уйти от себя и пойти туда куда призывает всех на сто христос встань возлюбленная моя прекрасная моя что выйди следующий к чему призывает нас Бог покажи мне лицо твое почему потому что оно приятно для меня потому что голубица моя она чистая невинна и красива покажи мне лицо твое вообще лицо наше отображает наши чувства и по лицу человека можно определить в каком состоянии тот или иной человек иногда смотришь на человека и там читаешь что там глубочайшая тоска или скорбь Бог говорит покажи мне лицо твое церковь Христова я хочу по лицу твоему определить что ты чувствуешь что ты переживаешь как ты живешь и чем ты живешь покажи мне лицо твое это очень серьезно очень серьезно друзья мои в моем понимании что христиане это люди которые сияют в своем лице христиане это люди глаза которых светятся христиане это люди которые отображают славу Божию в своей жизни вот смотрите в Библии так написано что когда-то неемия он был позван к царю и он был печален почему потому что так получилось что он тосковал о разрушении Иерусалима и вот когда они встретились тогда существовал закон никто не имел права явиться пред лицо царя с печальным лицом его ожидала смерть и неемия говорит я кажется не был печален послушайте я кажется не был печален но царь заметил печаль на моем лице и говорит неемия что происходит и он говорит он безусловно встрепенулся я помолился слава Богу что он успел помолиться и сказал я печалюсь это правда но я печалюсь о Иерусалиме и он получил благорасположение царя но почему я так говорю я еще раз повторяю в то время был один суд это смерть я думаю если перед земным царем мы не можем явиться с печалью то тем более перед небесным и запомните человека улыбаться научить невозможно если у него сердце действительно не улыбается то если он это делает и будет делать то быстро все это закончится но слава Богу что мы имеем источник в Боге в Иисусе Христе который благословляет нас и мы становимся прекрасны и привлекательны для других покажи мне лицо твое дальше написано дай мне услышать голос твой дай мне услышать голос твой оказывается Бог желает нас слышать слышать голос своей возлюбленной независимо то как церковь называется какой твой голос голос отчаяния нужды или голос победы голос торжества какой твой голос дай мне услышать голос твой Господь желает что-то решительно поменять в нашей жизни почему потому что Бог желает чтобы мы пели чтобы мы славили Бога чтобы мы радовались в Боге чтобы мы пели не только в церкви но чтобы мы с песней шли по жизни чтобы песня она вырывалась изнутри наших сердец слава Богу написано время пения настало то есть пришло время Бога прославить и Бог к этому призывает церковь Христову какой твой голос последняя моя мысль наступило долгожданное лето наступило долгожданное лето что об этом говорит Библия я читаю один стих Дух Господний на мне ибо Он помазал меня благовествовать нищим дальше я заканчиваю там написано проповедовать лето Господне какое благоприятное лето это жизнь это энергия это то время которое пропустить нельзя в какое время мы сейчас живем послушайте христиане для тех кто однажды пришел к Богу послушайте и встретился реально с Богом в ее судьбе зима навсегда закончилась наступило вечное нескончаемое лето оно начинается на земле и продолжение будет на небе наступило долгожданное лето что мы должны делать в это время две важные вещи послушайте если мы пропустим лето если мы будем это время отдыхать или спать то все уничтожат насекомые жучки сорняки и лисы скажу вам такую вещь в Америке например люди которые приехали с Украины многие пожелали иметь свою землю и поэтому что они сделали для этого они выехали в центральные районы Америки купили по несколько там гектаров земли и я посещал их и они начали заниматься земледелием картошку садить все как как здесь благо время места хватает и вот что я обратил внимание когда я возвращался в эти же районы через 5-7 лет смотрю эти люди которые показывали мне вот эти прекрасные огороды смотрю они все заросли сорняками я говорю а что такое молодые люди энтузиазм пропал говорю а почему ну во-первых все это есть в магазине а во-вторых говорит вот посадили посеяли все сделали а потом какие-то жучки птички белочки кто ночью а кто днем чуть-чуть не уследил и все пропало и в этом я вижу для себя величайшую истину и они просто остановились а почему остановились потому что чтобы посеять что-то надо максимум два дня вот собрался выделил два дня посеял чтобы оно взошло еще надо несколько дней это поливать оно выросло но чтобы сохранить посаженные надо много усилий надо много работы и кто занимается прополкой кто забирает собирает вот этих колорадских жуков тот меня понимает причем послушайте мы не должны жить моя хата с краю то есть если ты убираешь сорняки например или эти жучки а соседу все пополам то они вначале скушают его картошку а потом к тебе перейдут мы можем иметь победу только объединив свои усилия поэтому это тот что должны делать христиане летом что они должны делать первое они нести должны благовестие проповедовать лето господне какое мы говорим еще там какое-то время и наступит что жатва бог говорит что жатва уже что поспела первое что мы должны делать и второе друзья мои что мы должны делать это то что мы должны сохранять то что однажды Дал нам Бог. И если Бог вошел в чью-то судьбу, этого человека надо и согревать, и поддерживать, и благословлять, и подсказывать, и направлять, и учить. А особенно, я хочу вам сказать, сохранять от поражения. И хочу вам честно сказать, что самые опасные в этом плане являются лисицы. Лисицы – это образно люди. Хорошо. Здесь написано, ловите лисиц и лисенят, которые портят виноградники. В чем есть серьезная проблема, христиане? Вот этих жучков, как я уже объяснял, из Сорнякова, их можно еще вытравить ядами. А вот с лисой все намного сложнее. И Бог говорит, ловите лисиц и лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в отцвете. К сожалению, многие церкви пострадали от этих лисиц. И если мы не будем на страже, мы будем не только терять людей, а мы просто будем опускать свои руки, видя то, что происходит вокруг нас. Вам просто удавалось в жизни хотя бы одну лису поймать? Или разоблачить в духовном плане? Я просто воздохновляю, сколько лисиц поймал Самсон, кто знает? Триста. А вы хотя бы одну лису разоблачили? Вы хотя бы одной сказали, тебе делать нечего. Пожалуйста, этот цветочек не трогай. Вот чем должна заниматься церковь Христова. Это время, когда мы можем укреплять наши отношения с Богом. Можем и должны. Вот смотрите, чем все это заканчивается в благовествовании? Написано, возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Это взаимоотношения. Послушайте, вы можете это сказать в своем сердце? Что возлюбленный мой принадлежит мне, а я что ему? Если вы можете, вы будете на браке Христа и церкви. Этот брак будет основан на любви. А если нет, то помоги Боже, чтобы эта любовь тебе снова к нему воспылала. Как мы можем это достичь, друзья мои? Я просто предлагаю вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы ответите, вы любите Бога всем своим сердцем или нет? Или недостаточно любите? Поняли мой вопрос? А чтобы вы получили ясный ответ, правильно для себя, следующий вопрос. Сколько времени вы уделяете любимому? Еще раз. Сколько времени вы уделяете своему любимому? Люди сейчас заняты, перегружены, как никогда в жизни. Послушайте меня. Но что для меня интересно, люди, если они имеют даже 10-15 минут в течение дня свободного времени, они всегда находят время для любимых занятий. То, что они любят, они обязательно сделают, несмотря на свою занятость. Сколько времени ты уделяешь своему любимому? Я просто вас вдохновляю. Это время, когда мы должны строить серьезные отношения с Ним. Послушайте, молитва наша, это не сколько получать что-то от Бога, как сколько то, чтобы Бог что-то сделал во мне и изменил нас. Поэтому это время лета. Время, когда мы обновляем наш дух. Время, когда мы получаем свежий елей. Время, когда мы идем туда, куда посылает Бог. Субтитры создавал DimaTorzok